Новости об аресте заместителя начальника департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мэрии Новосибирска 30 января буквально взорвали медийное пространство. Но на чем споткнулся 47-летний топ-менеджер от ЖКХ? Об этом далее в прецеденте. Дверь в кабинет замначальника департамента Сергея Елисеева закрыта. Мы можем предположить, что за ней идут следственные действия. Утром 30 января заместителя городского департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства уже не было на рабочем месте. Начальник непосредственный Сергея Николаевича на рабочем месте? Вообще, потому что алкоголь, департамент, откуда их отправить? Ну, всем интересно, у нас же новости. Впрочем, новости о задержании Сергея Елисеева были уже секретом Полишинеля. В 12.15 на официальном сайте Следственного комитета был размещен пресс-релиз о возбуждении уголовного дела по признакам покушения на мошенничество. По данным следствия, в августе 2017 года в помещении одного из ресторанов города Новосибирска подозреваемый встретился с представителем одной из управляющих компаний, которому сообщил, что, используя свое служебное положение, может за денежное вознаграждение в сумме 5 миллионов рублей оказать содействие управляющей компании в получении бюджетных субсидий на проведение ремонтных работ в ветких домах и благоустройства придомовой территории. По версии следствия, Сергей Елисеев подготовил фиктивные договоры о выполнении работ в виде консервации, промывки и запуске систем отопления на сумму более 5 миллионов рублей. В действительности указанные работы были выполнены иными организациями, после чего от представителя данной управляющей компании потребовал перечислить часть денежных средств в сумме 150 тысяч рублей на расчетный счет под контрольной ему организации. В релизе следственного комитета речь идет о компании УК ЖК Октябрьского района. Вы знаете, я не могу сейчас ничего комментировать, потому что сейчас идут следственные действия и после этого уже будет какой-то результат. В суде следствие настаивало на выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо учитывать то, что, находясь на свободе, Елисеев будет иметь реальную возможность оказать давление на свидетелей по делу, в том числе являющихся его родственниками и подчиненными, чем воспрепятствовать производству уголовного дела в цели избежать уголовной ответственности. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, Нелли Васильевна Елисеева – это ваша супруга? Да или нет? На которой оформлено несколько компаний в сфере ЖКХ. Вы можете ответить на этот вопрос? Если внимательно изучить базу ЕГРЮ, без труда можно найти несколько компаний, одним из учредителей которых является Нелли Елисеева. И как минимум одно, в послуженных списках которой числится Радислав Сергеевич Елисеев. Вы не супруга, да? Супруга. Скажите, пожалуйста, это на вас оформлено несколько компаний в сфере ЖКХ? Компания ООО «Участок номер 2», «Номер 4», «Номер 5», «Номер 6»? Все, хватит. Хватит, говорю, никакие комментарии. При этом защита Сергея Елисеева просила отложить избрание меры пресечения еще на 72 часа. Странзащита намерила самостоятельно собрать справки о состоянии здоровья, как действующий какой-то материал и предоставить следующий день с себя. В итоге, оступившегося чиновника заключили под стражу на два месяца. Между тем, обстоятельства этого громкого задержания уже за несколько дней обросли дополнительными деталями. Утром 2 февраля на адрес нашей почты пришло сообщение от некой Анны Шерстневой, которая представилась руководителем отдела по связям с общественностью ЗАО «НКС Новосибирск». В ее письме буквально заявлялось следующее. «Управляющая компания Укажиха Октябрьского района не отправляла представителей на какие-либо переговоры по поводу получения бюджетных субсидий на подготовку к отопительному сезону. Более того, мы никогда не подавали в департамент заявки на получение субсидий». Конец цитаты. Несколько часов спустя Анна Шерстнева извинилась за якобы поспешную рассылку. Объясните мне, пожалуйста, природу двух этих писем. «Давайте решим, что это моя ошибка была». «То есть?» «Ну, что я ошиблась». «Вы понимаете, что чудес не бывает?» «Да, понимаю, я совершила ошибку, но, к сожалению, это так». Исполнительный директор ЗАО «НКС Новосибирск» Иван Волков от комментариев тоже отказался. «Анна Шерстнева. Кто она в этой системе координации?» «Она, безусловно, имеет отношение к нашему компанию». «Ну, вот оно какое отношение имеет?» «Светлана, вы меня правильно поймите, я не собираюсь сейчас комментировать эту ситуацию». Дополнительным бонусом для прессы стали и откровения Оксаны Царапкиной. Она утверждает, что очень многое знает об оборотной стороне ЖКХшной медали. Господин Елисеев создал две компании – РСУ КЖХ и РСУ КЖХ Октябрьского района. Управляющая компанией УКЖХ перечисляла денежные средства собственников, которые собирали за квартплату в ЖЭУ подрядным организациям. А подрядные организации были вынуждены под руководством Елисеева Сергея Николаевича перечислять эти денежные средства под контрольные компании РСУ и РСУ УКЖХ. К моменту выхода этого материала в эфир у нас не было возможности проверить всю озвученную Оксаной Царапкиной информацию. В 2016 году, когда Елисеев Сергей Николаевич перешел на должность заместителя начальника департамента энергетики, он вынужден был переписать свой бизнес, вот эти две под контрольные ему компании, переписать на своего сына и Нелли Васильевну, свою супругу Елисееву. Позицию мэра в отношении подчиненного, который оказался под следствием, еще в день задержания озвучил Артем Роговский. Если кто-то хочет заниматься бизнесом, то нужно идти и заниматься бизнесом. Муниципальная служба и коммерческие интересы, они несовместимы и недопустимы. История с предъявлением обвинений Сергея Ильсеева, безусловно, обещает быть захватывающе интересной. И, возможно, это уголовное дело хотя бы частично приподнимет завесу тайны над тем, по каким законам живет российская система ЖКХ. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.